здравствуйте добрый вечер спасибо что представили меня теперь бы мне конечно хотелось познакомиться с вами вообще понять с кем я имею дело первую очередь меня интересует вопрос физиков и лириков к физикам я бы отнес всех кто занимается так или иначе какими-то вычислениями вот то есть программисты физики непосредственно инженеры математики очень все люди которые так или иначе медиа с цифрами да с арабскими преимуществ если вам не сложно будьте добры поднимите руки спасибо ну а клириком уж извините я к сожалению вынужден отнести всех остальных включая биологов хотя конечно вы такими не являетесь да я надеюсь будьте любезны тоже поднимите руки вас чуть меньше но не стыдитесь не стыдитесь еще один вопрос это уже последние для нашего знакомства это не просто из моего любопытства среди тех кто считает себя физиком и поднял руку может быть есть энергетики непосредственно вот вам будет наименее интересно на сегодняшней лекции я могу объяснить почему не потому что буду говорить неправду нет скорее всего правду но есть один нюанс что послужило вообще мотивом данной лекции что послужило ее что было прецедентом до прецедентом было следующее целый был ряд фактов событий каких существует ряд тем научных околонаучных научно-популярных которые являются общественными и скажем так хайпа вы не да к ним относится к моему к ним безусловно относится клонирование человека ну масса чего другого я полагаю к ним относится возобновляемая энергетика вот и в связи с этим связи с тем что тема обширная тема очень популярная они существуют очень много информации много источников различных хороших плохих да но мне чаще всего приходится иметь дело в быту с плохими и в основном мне приходится иметь дело не со специалистами как это выглядит в моих глазах и глазах посвященных да выглядит следующим образом приходит человек например магазин некто покупает яблоко или даже давайте не яблоко айфон и начинает поэтому айфону глядя на него судить о том на каком дереве он растет да ну во первых там не растет во вторых у не знает биологии ботаники мало вообще что знает но поскольку это была новость вероятно на тут бай и там написали что очень серьезное что реактор например зацепился за столб до ядерный реактор который выдерживать ядерную реакцию за столб зацепился ему хана да но это не из области возобновляемой это просто мои заморочки да я бы не хотел чтобы такое было я бы хотел вам объяснить пользуясь этой метафорой а собственно говоря откуда растет это дерево и что это за она куда-то все берется ну я надеюсь вам свой мотив объяснил представляю институт энергетики академии наук думаю этого будет достаточно пока знать в первую очередь конечно нужно договориться будет о понятиях поскольку возобновляем энергетика это всего лишь часть энергетики как таковой нам придется конечно затронуть некоторые вопросы в целом энергетические да ну и в первую очередь что такое энергия начнем вот с чего источником энергии может являться любая система которая находится в нервно не в равновесии но это понятно система находится нервновесие существует какое-то движение или она потенциально существует может не де-факто вот и можно получить из этого какую-то энергию будем считать что энергия это мера движения это определение данные в диалектическом материализме в том числе дедушка лениным да и в принципе является довольно таки неплохим поскольку самым главным источником неравновесности на земле считается солнце ну я поэтому на слайде изобразил на больше у меня фантазии не хватило вот поскольку виды движения это очевидно они бывают разными правда соответственно бывают разные виды энергии ну самое известное допустим кинетическое потенциальное да есть еще атомная есть еще какая-то другая нас будет интересовать те которые мы используем в быту и в жизни это тепловая электрическая в принципе понятно из каких соображений да что такое энергия то есть мы представляем но мы же инженеры да или не инженеры нам надо знать как эту энергию измерять а чтобы измерять нам нужно понимать не только как она измеряется в натуральном выражении да но нам надо еще знать как она измеряется выражение финансовом и желательно знать как измеряется ее скорость скоростью протекания причем начнем мы сейчас именно со скорости а скорость изменения энергии физики это мощность а измеряется на как вы знаете в ваттах правильно ватт это джоуль в То есть какое количество энергии мы потребляем в единицу времени. Рассмотрим это на примере электроприборов, самых простых. Начнем с лампочки электрической, изобретенной, не помню в каком году, но запатентованной русским ученым Александром Николаевичем Ладыгиным и проданной компанией General Electric в 1904-м. И, собственно говоря, Томас Эдинсон с этого года начал активно богатеть. Классически лампочка имеет мощность 100 Вт. Что это значит? Это значит, что за одну секунду она потребляет 100 джоулей. Ватт — это джоул в секунду. Как вы поняли, мощность — это просто характеристика, которая показывает, с какой скоростью оборудование потребляет, преобразует или вырабатывает энергию. В данном случае мы рассматриваем потребители. Лампочка 100 Вт, 100 джоулей в секунду. Далее, допустим, чайник в 10 раз больше. Здесь энергетики привыкли измерять все в киловаттах, потому что ватт — это очень мало. Ну, 100 Вт — это всего лишь лампочка, да? И, допустим, электрическая плитка. Мощность ее еще в 4 раза больше, чем у чайника — 4 кВт. Мы знаем скорость изменения потребления энергии этими приборами. Что нужно еще знать, чтобы измерить непосредственно энергию? Ну, допустим, у нас есть скорость машины, а нам надо узнать путь. Надо на время умножить, да? Ну, допустим, умножим это на 1 час. Если мы умножим это на 1 час, мы получим количество потребляемой за это час энергии. Что получится? Лампочка потребляет 0,1 кВт часа, чайник — 1 кВт час, а плитка — 4. Ну, при условии, что они потребляют энергию за этот час равномерно и постоянно, да? Что в общем случае не так, но упустим это. Что дальше? Нас же интересует цена, правильно? А цена такова. В Беларуси для потребителей, то есть для нас с вами, обычных, непромышленных, это стоит 6 центов в час. Ну, я перевожу в долларах, потому что нам так удобнее. Правда. Вот. Итак, если цена 6 центов в час, соответственно, лампочка за 1 час — это 0,6 цента, то есть меньше одного, а чайник — 6 центов, ну и 24 цента для плитки. То есть понятно. Теперь более-менее, что такое измерение электрической энергии. Ну, в принципе, энергии как таковой. Один нюанс. Для нас стоит 6, а для предприятий 14. Как вы думаете, что это значит? Есть благородные люди, которые готовы за нас платить? Нет. Предприятия платят за нас. Куда они эту цену потом? Себестоимость. Это называется перекрестное субсидирование, с которым мы боремся и никак почему-то не можем побороться. Ну, мне известно почему, но я на это отвечать вам не буду пока. Итак, мы разобрались, что такое энергия, и мы разобрались, как ее измерять. Теперь давайте разбираться с тем, что такое энергетика. Кроме того, что энергетика — это область хозяйственной, экономической деятельности человека, направленная на потребление и воспроизведение энергии, энергетика — это очень простая вещь. Это физика плюс экономика. Что это значит? Физика отвечает на вопрос, можно ли вообще произвести энергию, а экономика отвечает на вопрос, а нужно ли это делать. Например, очень хорошо производить, или даже передавать энергию по золотым проводам, желательно с мою голову диаметром, но дорого. То есть, в принципе, это понятно, да? Вот тут экономика, тут физика, да? Есть еще один нюанс, это, конечно, политика. И тут вопрос неоднозначен. Из-за этого, собственно говоря, много споров и идет. Ну, теперь чем энергетика занимается? Занимается она ровно тремя вещами, ну, в общем случае. Это как произвести энергию, как ее передать, как ее потребить. Я должен сказать, что она очень плохой товар, эта электроэнергия, ее хранить тяжело. Вот на складе она, ну, противопоказана, да? Поэтому сколько мы произвели в данный момент времени, вот ровно столько же желательно и потребить. И наоборот. И еще одно допущение. Потребление энергии, это жутко некорректный термин, но так сложилось. Энергию потреблять нельзя по первому началу термодинамики, да? Ее можно преобразовывать. Она переходит из одного в состояние в другое. В космических масштабах она в конечном счете превратится в тепло. Но мы говорим, потребляет, но мы неграмотные инженеры, нам так можно. Итак, это более-менее тоже ясно. С каких позиций энергетика рассматривает эти три вопроса? Позиции этих две. Энергобезопасность и энергоэффективность. Энергоэффективность, я надеюсь, понятно, что это значит. Это значит, что нужно произвести или потребить какое-то количество энергии наименьшем количестве, на единицу продукции, при условии, что производительность сохраняется или растет. А энергоэффективность, это значит, что мы имеем доступ к энергии постоянно. Понятно, да? И последнее. Нам понятно вообще, что такое энергия. Мы ее умеем измерять. Мы знаем, что такое энергетика, на какие вопросы отвечает, как работает. Теперь мне необходимо вас убедить, что это вообще важно. Я для этого такой слайд привожу. Что этот слайд говорит? Вот такой график придумал советский ученый-физик Капица, который Петр, который физик, а не математик, то есть его отец. Что он сделал? Он отложил удельное электропотребление, энергопотребление на одного человека на один год. Во всех странах. А по оси, как координат или Y, как будет удобнее, он отложил индекс развития человеческого потенциала. Но тогда это называлось по-другому. Ну, индекс развития человеческого потенциала – это в целом характеристика, как хорошо живут люди. Счастливый, чини. Да, вот что-то в этом духе. И что у него получилось? Получилась у него кривая вот такая, что-то похожее на экспоненту. Ну, извините, я вынужден использовать иногда термины, ну, не поэтические. Увы. Что получилось? У него получилось, что в каком-то значении удельного потребления на одного человека появляется целый срез стран, которые живут хорошо. Вот у них высокий индекс развития человеческого потенциала. Вот потенциала. Потенциала. Вот они. И получается, что менее 5000 кВт в час на человека они не могут потреблять. И у него появился вопрос. Надо, наверное, гнать вперед электропотребление, много вырабатывать электричество. И на тот момент он был прав. В принципе, с таких позиций началась примерно электрификация план Гуэлро. Сегодня этот вопрос немного не актуален, потому что если все будут потреблять так, как Норвегия, больше 20 тысяч, у нас просто не хватит ресурсов пока что, ну, при существующих источниках, да. Следовательно, задача такая. Нужно выбрать для страны оптимальный уровень энергопотребления, чтобы появился наибольший для данных условий индекс развития потенциала. Ну, в принципе, я вам объяснил, что это важно, да. Беларусь находится вот здесь, я знаю, вы поинтересовались потом. Так, мы, в общем-то, затронули все общие вопросы энергетики. Теперь перейдем непосредственно к возобновляемой. Еще раз напоминаю, уже понимая, что у нас есть глобальный подход системный от общего к частному. Знаем, что такое энергия, энергетика, измерять умеем, зачем понимаем, правильно? Ну, давайте дальше. О том, что такое возобновляемая энергетика. Ну, понятно, возобновляемая, это значит, используют возобновляемые источники. А что такое возобновляемые источники? Читаем на слайде, я не помню. Почему это, в первую очередь, то, что непрерывно возобновляется в биосфере? Вопрос, на самом деле, немножко, конечно, спорный. Потому что и нефть, и газ, они тоже возобновляются, но очень медленно. А солнце когда-нибудь, в конечном счете, погаснет, да, но еще не скоро. Правильно? Поэтому возобновляемые, понимается, безусловно, за какой-то интервал времени более-менее валидны для человеческой жизни или для жизни какого-то механизма, да? Вот. Самый важный нюанс. Это не одно и то же. Возобновляемые, это не одно и то же, что альтернативные, это не одно и то же, что не такое нетрадиционные. Что такое возобновляемые, мы поняли, да? А теперь что такое альтернативные? Альтернативные, это когда можно выбирать 1, 2. Если бы вы знали, а я об этом расскажу на следующем слайде, как много мы потребляем возобновляемых источников, вы поймете, что это не альтернатива. По крайней мере, ближайшие лет 50. Это просто, ну, вариант. То есть можно было сказать, вариативные источники, но некрасиво. Альтернативное звучит, но неправильно. Но в прессе используют. Но ученые не используют. Грамотные ученые. И третье, нетрадиционные. Я вообще не хочу это слово комментировать. Ну, то есть, я не понимаю, какое оно отношение имеет к науке. Ну, может, лихийкам известнее, да? Мне нет. Но нетрадиционные понималось, конечно, то, что в какой-то далекой перспективе они не использовались. Я вам скажу больше. В принципе, если по-честному, то ветроэнергетика — это один из самых древних видов. Как и гидроэнергетика, да? Но она, на мой взгляд, совершенно не является нетрадиционной. А атомная энергетика самая молодая, да? Но она почему-то таковой уже не считается. Ну, то есть, в принципе, все абсурдность этого вопроса, понимаете. Это цепляешь словам, конечно, но когда вы на Тутбай читаете, обратите внимание. Если употребляет возобновляемое, значит, молодец автор. Ну, теперь про потребление давайте. На этом слайде представлено… Я прошу прощения за английский язык, но переводить так лень было. Я даже не хочу говорить об этом. Здесь представлено электропотребление, именно потребление электричества. За 2014 год по всему миру, то есть вообще за весь мир. Этим занимаются некоторые энергетические агентства, например, Международная, EIA и British Petroleum, такая компания. Вот они делают такие глобальные энергетические аналитические отчеты. Что мы из этого видим? 22,1% от всего электропотребления в мире – это возобновляемое. Но есть один нюанс. Поскольку гидроэнергетика развита в мире очень давно, на нее приходится аж 16%. Соответственно, по-хорошему возобновляемое, то, что мы имеем в виду, то есть солнце, ветер, это всего лишь, вот смотрите, это вот столичка. Ну, то есть вот такой кусочек. Ну, я вам скажу, что в принципе в масштабах мира 5% – это как пару тысяч Белоруссий. То есть это много, но в целом, конечно, маловато. И доминируют, безусловно, fossil fuels – это скопаемое топливо и нуклео атомное. В будущем будет доминировать уголь, потому что его больше всего, его пока менее всего используют. И, возможно, есть такие программы, что да, скорее всего, еще и возобновляемые источники. Но сейчас, вы понимаете, да, что отношу к возобновляемому? Это в первую очередь ветер, его используют больше всего, 2,9%. Это много. То есть по общему объему это гораздо больше, чем потребление Республики Беларусь лет за 10. Биоэнергетика. Сюда я отношу в первую очередь биогаз, который потом сжигается, и биодизель. Solar power – это фотовольтаика, PV. И 0,4% всего лишь приходится на геотермальную энергию, энергию приливов и отливов и CSP. CSP – это concentrated solar power. Это такие зеркала, которые нагревают пар, а этот пар потом крутит пену. Вот на это все приходится, на всю возобновляемую энергетику в современном понимании слова, и в том понимании, в котором я вам объяснил, всего лишь 5%, даже меньше. Теперь уж пойдем по каким-то вещам более-менее конкретным. Я вам расскажу про ветроэнергетику из тех позиций, которые мы оговорили, про солнечную и про биоэнергетику. На большее нет времени и сил. Договорились? Но на вопросах вы можете меня спросить и про эти CSP, и даже про то, что читали на Дубай. Можно и про это. Как мы будем говорить о возобновляемых источниках неприменительно уже к конкретным видам? Мы будем говорить сначала о том, какая физика у них, потом какая техника, и потом какая экономика. Ветроэнергетика. Какая у нее физика? Очень простая. Ветер дует, колесо крутится. Вообще это механика называется физика. То есть это законы преобразования кинетической энергии ветропотока в энергии вращения ветроколеса. От чего зависит мощность ветроколеса и чего определяется выработка энергии? Ну понятно. В первую очередь от скорости ветра. Но не просто скорости ветра, а от куба скорости ветра. То есть чем ветер сильнее дует, тем в куб этой скорости раз для нас это лучше. Ну лучше, я понимаю, значит мощнее. Это безусловно мощность также зависит от площади омовения. То есть чем шире колесо ветра, тем больше мы появляемся. С этого можем поиметь энергии. И от плотности воздуха. Чем воздух плотнее, быстрее дует, тем лучше. Ну понятно, что если будет дуть очень разряженный воздух, колесо не закрутится, не будет никакого соприкосновения с материей. И вот тут я бы хотел про недостатки и достоинства мы потом поговорим. Или как будет удобнее. Может сейчас сразу затронем давайте. Давайте сейчас. Какие недостатки и достоинства у ветроэнергетики? Ну первое, если вы поставите небольшое что-то у себя на даче, кротов не будет вообще. Серьезно, колотит так, что земля дрожит, кроты уходят. Правда, без шуток. Зеленые возмущаются. Ну мне пофиг, я не знаю. Я это не считаю недостатком, но вот приводят. Второй недостаток. Если очень большая установка, вот такая, называется Энеркон, высота по холке 198 метров. Если вот такая стоит, то птиц рядом тоже нет. Мне опять же пофиг. Я не считаю, что это большая проблема. Хотя, опять же, экологи говорят, что проблема, но поскольку вот такие большие установки стоят в море, в офшорной зоне, каких они там птиц нашли, я не знаю, ну, нашли что-то, да? В Белоруссии море там же есть, да? Вот. Ну, больше нюансов не назову, кроме одного. Когда очень большой размах лопастей, крайние точки их вращаются, движутся со скоростью, которая генерирует инфракрасный звук, генерирует волны в инфракрасном диапазоне. А мы не очень-то знаем, как это на нас влияет. А поскольку чаще всего это находится все-таки в близости жилых мест, если это не офшорная зона, да? Может, действительно и вредно. Ну и плюс немцы очень жалуются, что блики еще, оно когда крутится, якобы мешает. Блики там, ну, все дела. Ценей не сказал, конечно. Экономика. Что значит экономика? Первое, это значит, сколько стоит 1 ватт установленной мощности, то есть сколько нужно денег, чтобы поставить саму установку, да? Это удельный показатель. И второй показатель, сколько будет стоить 1 кВт-час электроэнергии. А мы помним, что у нас для потребителей, ну, типа нас, да, 6 центов, но мы не доплачиваем, реально 10. А здесь получается 5-6. Но это без всякого перекрестного субсидирования. Ну, безусловно, я вам привожу цифры, которые, как бы, ну, должны быть по ГОСТу. Может быть хуже, может быть лучше. Бывает по-разному, в зависимости от того, какой инженер это все конструировал и какой изиот эксплуатирует, да? Но в целом это гораздо дешевле, конечно, чем энергетика традиционная. Да, тут я уже, извиняюсь, что это слово применил. Вот, ну, нет, все-таки недостаток еще есть. Ветер не всегда дует. Да? Это самый большой недостаток. И поэтому эту энергию надо еще и копить иногда. Ну, по-моему, все равно халяву можно накопить. Круто, да? Солнечная энергетика. Физика здесь уже, конечно, посложнее. Физика здесь внешний фотоэффект. По-простому говоря, это когда фотон летит, ударяется в электрон, и если все хорошо, они там подружились, он этот электрон должен выбить и потечь ток должен цепить, если цепь замкнута, да? Физика такая. Ну, я вот и не хочу сильно вдаваться. Техника. От чего зависит мощность и полезность нашей установки? В первую очередь, конечно, от КПД. Это самые большие сплетни на всех сайтах, что КПД, там 300 процентов, ну, слыхал про это много. На самом деле, самый высокий КПД у солнечной установки 50 процентов. Это установка Sharp, которая применяется на космических аппаратах НАСА. Ну, в космосе, как вы понимаете, энергии не очень много, там уголь сжечь как бы не вариант, да? Поэтому солнечные установки. У них КПД самый высокий. Но цена такой фотопанели, ну, очень высока. Настолько высока, что только вот в таких автономных источниках ее можно использовать. Вот. От чего еще зависит мощность? Ну, понятно, что от площади. Чем больше наставим, тем больше получим. Логично? Логично. Отсюда сразу недостаток. Надо ставить там, желательно, где Чернобыль. Что и делаем, кстати говоря. Ну, естественно, это зависит от того, как светит солнце. Чем больше солнца, тем больше энергии. А солнечное постоянное, что такое солнечное постоянное? Это сколько энергии, нет, не сколько энергии, какая мощность под прямым углом какой-то поверхности у нас падает от солнца. И мощность это, вот здесь показано до того, как она попала через атмосферу на Землю. Это до атмосферы. Ну, вот где-то на уровне, там, пару километров высоты, да. А на уровне Земли это примерно 1000 ватт. Ну, считайте, 1000 ватт это 10 лампочек. Но это без учета КПД. С учетом КПД реального это примерно 20% при хорошем раскладе. Сколько получается? 0,2 умножить на 1000. Молодцы. Молодцы, хорошо, уже умножили. То есть это две лампочки, да. Вот. А сколько это дело стоит? А стоит это дело, в общем-то, не так уж и дешево. За 1 ватт, или давайте так, за киловатт, ну, за чайник, да, получается 1000 долларов. Или даже 2, смотря что ставите. А стоимость выработки еще дешевле. Ну, почему? Потому что просто поставили и стоит все, вообще ничего больше. О недостатках поговорим давать. Или о достоинствах, что первое хотите? Достоинства. Дешево. Экологично. Но с нюансом. Если производить энергию экологично, то сами панели производить, ну, крайне неэкологично. Надо производить кремнии, это раз. А современные панели производят из арсенида галия. Галия это перевожу на русский мышьяк. Ну, очень хорошо. Но зато, когда вы уже произвели это один раз, можно перерабатывать и делать новые-новые-новые панели. Вот. Ну, опять же, птицы. Не везде. Птицы тоже жалуются, им это все не нравится, они возмущаются, они пишут письма. Но пока все равно не переубедили. Биоэнергетика. А, ну, это вот так вот это выглядит, да. Вот это классическая солнечная станция, а вот это только та, которую я говорил, концентрационная, да. Не типа лагеря, да, а типа станция. Вот здесь вот вода, ее греют эти зеркала. Это в Испании очень сильно применяется. Ну, они так направлены, что они следят за солнцем и вот сюда направляют свои лучи. Вот если вот здесь птицы летают, все, они залетают, естественно. Ну, тут циркулирует пар, крутится турбина, и вот где-то вот здесь уже находится трансформаторная подстанция. Биоэнергетика. Самое интересное, на мой взгляд. Почему самое интересное? Потому что для Белоруссии самое актуальное. Мы производим сельскохозяйственные продукции столько, что можем прокормить себя четыре раза. То есть не 10 миллионов, там чуть меньше, а 40 миллионов. Вопрос, куда это девать. Вы когда-нибудь были рядом со свинокомплексом? Я тоже был. Ну, если были, то вам объяснять не надо. Тем, кто не был, скажу, там очень страшно. Там ничего не растет. Ну, действительно, там мука бездесна, да? Именно так. Что можно сделать? Можно из этого получать биогаз. Или, извините, энергетики называют это пердячий пар. Ну, он горит, кстати говоря, горит неплохо. Как его получить? Для этого существует анаэробное сбраживание. Это и есть физика процесса. Ну, фактически это брашку варить. Серьезно, один в один. То есть туда бактерии. Эти бактерии бродят или бродят. Получается газ. И получается еще какая-то субстанция, которая потом является очень качественным и хорошим удобрением. Намного выше, чем исходный материал, исходный субстрат. Понятное дело, существенно выход биогаза зависит от того, какой субстрат вы применили. То есть свиней, коров или растения, да, и так далее. Получаете вы газом электричества непримерно после всего этого. Или биодизель. Но меня интересует сейчас именно газ, просто чтобы на чем-то сконцентрироваться, да. Газ вы потом сжигаете и получаете одновременно тепло и электроэнергию, да. Стоит биогазовая установка дорого. Самая дорогая, самая высокая цена это для биогаза. Но есть такой нюанс. Чем больше мощность этой биогазовы установки, тем выше эффективность. Поэтому нужно строить как раз около больших этих биогазов, там свиноферм, биогазовый комплекс. И это практикуется, кстати говоря, и в Белоруссии. Вот. Экологичность высочайшая, самая высокая, потому что вообще цикл технологический замкнут. Все, что вы потребили, потом обязательно будет воспроизведено, и это все вот циркулирует. Это очень круто. Недостатков могу назвать только один. Технологически сложно. Нужен профессиональный состав, да, широкий. А у нас, к сожалению, нет. Мы не готовим пока специалисты в Белоруссии, да и в России тоже, по-моему. Вот так это выглядит. Эти устройства называются газгольдерами. Ну, кто знает немецкие, они тупо собирают газ, да. Вот здесь находится установка, которая сжигает этот газ и получает необходимую нам электроэнергию и тепловую энергию. Это сравнительная таблица. Я бы рекомендовал вам сфотографировать, потому что, в принципе, мы остановились на этом всем, да. Если кому-то это надо. Ну, или я потом эту презентацию дам ребятам, они, наверное, и выложат, да. Вот. Про Беларусь надо все-таки в двух словах, да. Что нам говорит Белстат? Беларусь надо с зеленой линией, как хорошо, изображена линия ВВП к базовому году, базовый год 2005. ВВП у нас, в общем-то, растет. Ну, с небольшим падением в 2015 году и так далее, да. Что происходит с потреблением энергоресурсов? По идее, тоже должно расти. Растет, но не так быстро, правда? А даже местами и падает. Это, конечно, связано с тем, что у нас, в принципе, очень большая часть ВВП основана на нефти, нефтепереработке, да. Но в том числе это основано на более высокой эффективности использования ресурсов. Уверяю вас, это так, насколько могу уверять. Ну, и, соответственно, здесь показана уже удельная величина, энергоемкость ВВП. Энергоемкость, это, собственно говоря, та же энергоэффективность. Что это значит? Сколько киловатт-часов или тонн условного топлива мы потребили на 100 долларов или 1000 долларов ВВП? И эта цифра у нас падает. Могу вас поздравить. Вот. Себя тоже. Общая характеристика Беларуси понятна. Это очень общая, да. Более конкретно, что происходит в области возобновляемой энергетики в Беларуси? Это тоже говорит Белстат, источник официальный, хотя мог бы привезти другие, но это занудно. ВВЭО — это ветроэнергетические установки. Вот так вот столько мы вырабатываем миллионов киловатт-часов от них. 25 миллионов киловатт-часов было выработано в 2015 году. 25 миллионов киловатт-часов. Вспомните, сколько у вас жировки было. Много-мало. Ну, 150 у вас было, да, это так, 200. Мы выработали 25 миллионов. На самом деле не много это, потому что всего в Беларуси 36 миллиардов киловатт-часов потреблено в 2015 году. А от ВЭО, если в процентном отношении, то это погрешность, правда? От Солнца еще хуже, но кое-что есть. Вот, примерно 6 миллионов киловатт-часов. Больше всего, конечно, от гидроэнергии, которую я тоже отношу, как и все, к возобновляемой, это уже где-то 150 миллионов киловатт-часов. Вот такой спад, он обоснован. Закрывались на модернизацию гидроэлектростанции. Вот так примерно обстоят дела. Строятся ли новые объекты? Ну, тут вы мне, конечно, расскажете. Я слышал. Так и есть, конечно, строятся. В первую очередь, это, конечно, фотоэлектрическая станция в Брагине. Мощностью 18 мегаватт. Это немного, на самом деле, энергетики. Это примерно как пару деревень. Вот. Небольших деревень. Ну, то есть, не как глубокое, там, я боюсь затронуть чувства этих людей, которые туда приехали. Это не деревень, наверное, поселок городского типа, да? Извините, если что. Вот. Это построено, кстати, в Чернобыльской зоне. Есть у нас и ветроэнергетика. Это новогрудок. Там уже стоит не один ветряк, а шесть. Все большие. Все больше мегавата. И много у нас биогазовых комплексов. Например, в агрокомбинате СНОВ. Ну, там самый неплохой, скажем так. Все они не нашего производства, к сожалению. Увы. Но мы хотя бы научились их обслуживать. То есть, что уже, в общем-то, неплохо. Самое, конечно, главное, ну, самое приятное, что могу сказать про возобновляемую энергетику в Беларуси, с нее уже не смеются. Что, конечно, делает честь тем людям, которые не смеются, но нисколько их не извиняет. Потому что все-таки смеются, смеялись, да? В принципе, будем считать, что отсутствие смеха уже хорошо, да? Ну, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос у меня был такого, по-моему, практически. Можно ли все-таки у нас такое производить? Так как все-таки институт энергетики. Все-таки, наверное, какие-то предпосылки есть, какие-то разработки. Все-таки возможно ли производство биогазовых установок у нас? Спасибо за вопрос. Конечно, такая работа идет. Биогазовый комплекс на основании, конечно, в большей степени комплектующих зарубежных произведен на базе НПЦ по механизации в деревне Заозерие. Ну, Заозерие, по-моему, да. Он произведен. Вот смайл получился пока что высока. Не говорит, по каким причинам. Я знаю, но я вам не скажу, правда. Получилось дорого. Производства серийного нет. Можно производить все. Никто этого никогда вам не запретит. В принципе, мы имеем необходимые ресурсы, потому что ни уран, ни радии, того, что у нас нет. Для этого они не нужны. Для этого нужны технологии, в первую очередь. А материалы можем и закупить. Я имею в виду, под материалами простой металл и так далее. Очень существенная часть, конечно, приходится на программное обеспечение. Ну, тут вам вообще на коне. Программисты тут должны просто плечи развернуть, сказать, да мы сделаем. Но что-то не разворачивают. Не просто надо делать, необходимо делать. Учитывая, что те цены, которые я вам назвал на оборудование, то есть 1-2 доллара на ватт, они могут быть гораздо ниже. Просто такие цены, они в основном потому, что это уже с моржой. Мы можем производить, безусловно, подчеркиваю, хотя бы потому, что здесь нет монополии ресурсной. То есть, как, например, на производство аккумуляторов, которое является монополией Китая. Но, увы, нет на других территориях земли щелочных земельных металлов. Почти все там. А тут нет, значит, можем, все можем производить. Но пока смеемся. Ну, не смеемся уже. Спасибо за вопрос. Вопрос похожего типа, что и от комментатора передо мной. Вот, солнечная панель имеет похожую структуру, переходную, как и у полупроводников, там, диодов, транзисторов. У нас в интеграле как раз производится, и в дожип-каталоге имеется большое количество полупроводников. Почему, как бы, имея возможность производить полупроводники, мы не можем производить солнечные панели? И почему солнечные панели, ну, действительно, по цене сильно отличаются от тех же транзисторов и диодов, если к которым очень похожи? Спасибо. Два вопроса. То есть, почему не производим, хотя есть интеграл, и почему дорого, да? Отвечаю последовательно. Первое. В Беларуси играют в футбол. Да? В Англии тоже. Это первое. Ну, тут, безусловно, технологический вопрос, да? Второе. Безусловно, есть ряд панелей, которые делаются из полупроводников. Это так называемое третье поколение, третье поколение поколений, господи. Третье поколение фотоэлектрических панелей. Они делают из полупроводника, это так. Но они дорогие, даже если употреблять самый дешевый полупроводник. И это вот те самые шарп, о которых я упоминал. А те панели, которые 1-2 доллара, да? Это моно или поликристалл. Это не полупроводник. А полупроводник это очень дорого. Ну, уже не касаясь интегралов. В принципе, дорого. И нужно только для каких-то целей на сегодняшний день, ну, вот пока так технологии развиты. Когда это вот необходимо, ну, прям жизненно, как в космосе, да? Вот примерно так дела обстоят. Добрый вечер, спасибо большое, что я вам за лекцию. У меня такой вопрос скорее больше политического или экономического плана. Вы как считаете, у нас в Беларуси есть перспективы того, что наша страна потихоньку будет переходить на возглавные источнения? Потому что у нас, первое, дешевое нефть с России, и второе, у нас строится в островце АЭС. Возникает такой вопрос. А надо ли это вообще? Спасибо за вопрос. Во-первых, конечно, да, возобновляемые источники будут использовать не только Беларусь, но и все страны. Почему? Кроме того, что атом энергетика – это очень хорошо, все-таки она тоже стоит денег. А возобновляемое в смысле производства не стоит. Это раз. Как бы ответить на ваш вопрос так, чтобы это было системно? Все страны так или иначе используют все ресурсы. Это называется диверсификация. Потому что если мы будем завязаны на один источник, например, на дешевую нефть, которая на самом деле дорожает, это будет энергонебезопасно. То есть мы будем зависимы. Но если мы будем использовать целиком возобновляемые энергоресурсы, это будет еще менее безопасно. Почему? Ну ветер не подует, и все. А ему же как бы не предъявишь. То есть если России можно там поссориться, там повыпендриваться, то ветру не предъявишь. Поэтому возобновляемая энергетика больше 20% выработки в государстве, любом, неважно, когда государство, не будет никогда. Даже чтобы там немцы не говорили, что у них будет 35%. Будет 35% в некоторых областях, где действительно ветер дует стабильно постоянно. Например, в Вестфалии. У них есть такая программа 20-20, ну горизонт. По этой программе там чуть ли не 50% в некоторых областях. Ну а в среднем по Германии будет 20%. На вопрос, почему в Беларуси будет или нет, я бы вам хотел сказать, что будет, но я не знаю. Скорее всего будет. Увы, вот так устроен прогресс, что мы хотим или не хотим пользоваться айфонами, и самсунгами, и андроидами, они придут сюда. Ну это необходимость. Да, будем. С какой скоростью, не знаем. Спасибо. 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 Спасибо.